В российской части Арктики созданы 24 федеральных особо охраняемых природных территорий, в том числе 10 заповедников, 13 парка и 11 заказников. Общая площадь арктических заповедных мест, находящихся под особым контролем, 22 миллиона гектаров. По размерам она вполне сопоставима с территорией какой-нибудь большой европейской страны. Еще в Арктике есть 86 особо охраняемых природных территорий регионального значения, площадь которых составляет 29 миллионов гектаров. Около третьей всей площади Арктики – российские земли. Именно на нашей территории сосредоточено 80% арктического биоразнообразия. Здесь находятся крупнейшие в северном полушарии птичьи базары, многочисленные лежбищи моржей, обитают белый медведь, другие редкие виды млекопитающих и птиц. Но многие из этих животных сегодня оказались под угрозой исчезновения. Поэтому так важно обеспечить экологическую безопасность в российской Арктике. До 2020 года с цеполярным кругом должно быть создано два новых национальных парка – Центральный Чукотский и Хибины в Мурманской области, а также заповедник Медвежьей острова в Республике Саха и федеральный заказник на Новосибирских островах. Арктика должна сохраняться системно, но особо охраняемой природной территории хозяйственной деятельности либо совсем не будет, либо на нее будут налагаться очень существенные ограничения. В любом случае для работы в Арктике должны использоваться технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. Представители Китая и Японии занимают первое место среди туристов, которые отправляются в круизы на атомных ледоколах к Северному полюсу. В самых первых круизах в начале 90-х годов самыми частными пассажирами были американцы, прежде всего пожилого возраста. Сегодня случаются китайские компании, частные пассажиры скупают весь рейс – 120 мест. По пути к Северному полюсу туристы на борту ледокола проходят через острова Хепелага-Земля Франции и Осипа, где находятся знаменитые птичьи базары и лежбищи морских животных. А на макушке планеты самые смелые и закаленные окунаются в прорк в воде Северного ледовитого океана. Рейс длится около 10-11 дней. Каждое лето проходит по 4-5 рейсов. В этом году планируется, что ледокол «50 лет победы» совершит 7 походов к макушке планеты. Российские полярники к концу текущего года намерены разработать единый экологический кодекс Арктики. Стандарт экологической безопасности объединит в одном документе основные требования, которые на сегодняшний день предъявляются множеством российских законов. Первоочередные задачи — это охрана воздушного бассейна, охрана недр и почвы от загрязнения, засорения и истощения, а также охрана водного бассейна. Сейчас в России существует множество нормативно-правовых актов, регулирующих экологические вопросы по разным направлениям. Поэтому возникла необходимость создания единого свода наиболее актуальных для Арктики экологических правил. Основные положения будут подготовлены к декабрю. Планируется, что изначально кодекс будет применяться добровольно теми компаниями, которые будут готовы его протестировать. В перспективе после доработки этот свод правил и требований может перерасти в нормативно-правовой акт, обязательный для выполнения всеми участниками отрасли. В ближайшее время планируется модернизировать российские вертолетные базы в Арктике. По словам руководителя вертолетов России Александра Михеева, перед компанией поставлена задача подготовить предложение по арктическому базированию вертолетной техники. Он уточнил, что компания будет принимать самое активное участие в модернизации существующей в Арктике инфраструктуры. Кроме того, по словам Михеева, в ближайшие годы в арктической части России могут появиться и новые площадки, оборудованные для базирования российских вертолетов. Предполагается, что в северных широтах России в первую очередь будут использоваться вертолеты разработки конструкторского бюро «Миля» и «Камова». Эти аппараты достаточно просты и надежны, при этом могут храниться при воздействии внешних температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент Ассоциации полярников Артур Челенгаров подписали соглашение о взаимодействии в реализации национальной арктической идеи. Согласно соглашению, ТАСС будет оказывать всестороннюю информационную поддержку программам и мероприятиям, которые будет осуществлять Ассоциация полярников в рамках реализации национальной арктической идеи. Стороны также договорились об участии в совместных социально значимых проектах, нацеленных на изучение, освоение и развитие русского севера. Символично, что соглашение подписано в День полярников, который отмечается в России 21 мая и учрежден в честь открытия первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Ассоциация полярников на протяжении уже четверти века выступает общественным лидером, принимающим активное участие в развитии северных регионов страны. Сегодня эта организация выполняет важную миссию, способствует реализации национальной арктической идеи, которая нацелена на развитие российской Арктики, экономической и стратегической опоры государства. ТАСС на протяжении всей своей истории также освещает вопросы, связанные с освоением русского севера. Например, мало кто знает, что легендарный полярник-исследователь Арктики Иван Попанин во время экспедиции по спасению дрейфующего ледокола Георгий Седов регулярно передавал сообщения в ТАСС с борта ледокола Иосиф Сталин о ходе этой уникальной операции. Неоднократно и ТАССовцы бывали на научно-исследовательских дрейфующих станциях. Напомним, значимость Арктики для нашей страны трудно переоценить. Северный морской путь, стратегическая транспортная магистраль, стал инфраструктурной основой для дальнейшего развития русского севера. Колоссальные запасы полезных ископаемых, нефти, газа, металлов, алмазов и другого минерального сырья во многом определяют экономический потенциал государства. Редкое животное родом из ледникового периода успешно прижилось в Арктическом регионе. Именно на Ямале создан крупнейший в мире питомник, где овцы-быки живут в коралях и при этом неплохо размножаются. Только за последние несколько дней в стаде появились больше 20 телят. Точно узнать количество малышей, родившихся в этом году, можно будет только после того, как их посчитают. А это произойдет через пару месяцев, как только они немного окрепнут, чтобы противостоять хищникам. Сейчас на Ямале настоящая весна, амреки и озера в эти дни освобождаются от ледового панциря. Добраться до корнахатадинского заказника в такое время и рискованно и сложно. Территория эта не только охраняемая, но и труднодоступная. Зайцы, волки и медведи – лишь малая часть обитателей здешних мест. А самое большое в мире стадо овцебыков содержится в полувольном состоянии. Вообще же, эксперимент по разведению овцебыков на территории Ямала признан успешным. Стадо акклиматизировалось в естественных условиях, кормов хватает, популяция овцебыков стабильно растет. Егерь Григорий Ноздрачев здесь работает уже шестой год. Говорит, увидеть теленка вряд ли получится. На время отела взрослые особи уходят вглубь заказника. И только когда малыши окрепнут, могут привезти их к салонцу, полакомиться оставленным угощением. Для них отличная природа, все подходит условия. А как вы считаете, вот этот эксперимент по разведению овцебыков у нас на Ямале, он как удался? Да, плодятся и нормально. Хорошо разводятся. При Уральском районе многих хищников. Периодически опоживиться овцебыком пытается медведь. Это, естественно, пугает стадо. Были случаи, когда животные покидали кораль. Сохранить все поголовье не удается, рассказывает Вячеслав Козловский, начальник отдела по организации работы парка Полярно-Уральский. Единственный хищник, который после длительной спячки в погоне за пропитанием лезет без всяких, так скажем, преград. То есть кораль, который у нас создан, ему преградой не является. Вот этот период, май, он у нас такой криминальный, скажем так, куда медведь может залезть и нанести вредным. В этот период за полорогами приходится наблюдать с удвоенной силой, чаще обходить кораль. Ека, 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 ека. А вот с обитателями третьего кордона длинношерстными быками общаться было куда проще. Евгений Васильевич, хозяин этого кордона, принес им корма и выпустил из хлева. Они позавтракали и затем охотно позировали на камеру. Увеличение поголовья у Яков, говорит егерь, к сожалению, не происходит. Климат Крайнего Севера для них, в отличие от овцы-быков, оказался неподходящим.